Друзья, всем привет! Сегодня заключительный у меня день в России в этом сезоне. Я сегодня покидаю город Пятигорск, отправляюсь через Владикавказ, через Верхний Ларс, в сторону Тбилиси, в сторону Грузии. И у меня сегодня задача пересечь российско-грузинскую границу. Это один из самых таких главных рубежей на моем пути. Кто-то говорит, за 40 минут проходит, кто-то за 4 часа, а когда была мобилизация, там по 40 дней люди стояли. И была очень сильная пробка, кто-то даже там машины продавал, там, ну, в общем, там было все серьезно. Вчера я гулял, город очень понравился, и вот я обратил внимание, что вот здесь вот вчера еще на эту машину, что либо ее, ну, хозяин разобрал, либо еще кто-то. Но вот там, где сиденье должно быть, там лежит радиатор. То есть радиатор, чтобы вы понимали, он как бы сделан из алюминия, и, ну, по сути его как бы можно пойти сдать. И я так понимаю, что здесь не развито вот это вот что-то украсть, тащить. У них здесь как-то все на доверии, на вере, и я даже вчера ходил на рынок, успел чуть-чуть вечером сходить, и там одна женщина покупала тоже ягоды у дедушки на рынке. И говорит, вот-вот я вам переслала, отправила деньги, проверьте. А он говорит, да я что тебе проверять, я тебе верю. И, то есть, в целом, как-то, в общем, ну, люди, по крайней мере, за вечер, конечно, тяжело о книге по ее обложке судить. Но за вечер мне понравился этот город, мне он очень понравился, что он исторически не тронут. Вот, здесь сохранилось очень много зданий вот этих вот советских времен, или даже еще раньше, потому что исторически город этот Пятигурск очень богат. И Лермонтов здесь и жил, и любил находиться, и все свои произведения он здесь многие написал. И, в общем, ну, люди мне здесь понравились. Люди добрые, отзывчивые. Я вот, когда иду куда-то, я как бы, ну, знаю, куда идти, но я вот все равно пообщаюсь с кем-то, у кого-то поинтересуюсь там, как туда пройти, как сюда пройти. И люди, даже если не знают, они достанут там телефон, и будут как-то по телефону тоже искать, помогать. И, в общем, город, это город-курорт, здесь очень много всяких разных минеральных вод, и очень много источников. Я, к сожалению, вам не смог показать, я хотел сегодня погулять, вот там трамвай. Хотел сегодня погулять и показать вам это все. Здесь есть, вы можете здесь вот эти источники принимать бесплатно и внутрь, и ванны можете бесплатно. Здесь все, в принципе, все бесплатно. Вы приходите, там такие есть паильнички, вы покупаете просто себе стакан, либо со своим стаканом приходите, и пьете сколько угодно, сколько у вас лезет без ограничений. И точно так же здесь есть ванны, то есть вы эти ванны можете прийти и спокойно принять. Ну, конечно же, это лучше делать по назначению. Вот собирают мусор уже. Что еще интересного? Трамвайная, вот мы сейчас, я не знаю, будем пересекать или нет, но вот налево у меня знак показывает. Трамвайная здесь сохранилась дорога железная, и она примечательна тем, что она метровая. То есть она не такая, как везде полтора метра, там сколько-то сантиметров, а один метр. И в связи с этим возникают сложности с покупкой трамваев, и они не могут, то есть их нигде найти, поэтому они какие-то старые, там немецкие ездят. А, вот он прямо едет. Но это все равно остается достаточно популярный вид транспорта, несмотря на то, что он старый. Все равно на нем люди ездят, и он ездит достаточно быстро, вот даже я еду сейчас за ним. И все равно никто эти не сносит, никто не кромсает эти пути, и люди ими пользуются. Вот, вот там трамвайчик поехал. Вот. И вот эти города, они примечательны тем, что вы вот когда приезжаете сюда, вы как будто бы как на машине времени оказываетесь в прошлом. То есть вот здесь все вот эти стены, вся-все-все-все история, вся, она прям как будто бы вас в прошлое возвращает. Потому что люди как бы здесь, ну, скромно живут и живут своим чередом, никто не гонится за какой-то роскошью, за каким-то богатством. Ну, приезжают, допустим, там туристы, ну, там покупают, допустим, клубнику, там, черешню, там, еще что-то как-то. В санаториях останавливаются. Кстати, здесь вы можете найти санаторий. Вот он поехал, трамвай. Это может быть даже трамвай какой-то, быть не российский, какой-то может быть немецкий. И они их когда списывают, они даже надписи не отрывают. Внутри там есть надписи на немецком или, ну, еще откуда-то его привезли. И, или там откуда-то с России, с Москвы списали. И они, эти надписи, так и остаются там. И люди, есть люди, которые специально вот ищут такой раритетный транспорт, изучают. И для них это прям город, они прям здесь пищат, визжат. Это для них как находка, потому что они приезжают, и здесь все не тронуто. И архитектура здесь не тронута. И вот эти все транспортные трамваи не тронуты. Хотя вот Валдборис к ним уже пришел сюда. То есть потихонечку глобализация наступает. В принципе, вы как бы можете здесь получить все, что хотите, современное. Но в то же самое время здесь вы можете и к истории прикоснуться очень хорошо. Улочки узкие, много старых домов. Это свидетельствует о том, что здесь не проходили бои во время Второй мировой войны. И вот могут быть небольшие такие заторчики. Но я сейчас выйду из города. Вот этот отель, которым я вчера поселился. В принципе, он мне понравился. Большие комнаты. По-моему, континент. Отель-континент называется. В то же самое время можно встретить здесь. Вот и зажиточные дома. Особняки красивые живут. И старые древние здания. Памятник адмиралу. Очень много памятников всяких разных. И всего такого. Я думал, что сегодня будет более-менее нормальная погода. Река течет большая. Вот они, эти трамваи. И я думал, что будет хорошая погода. И я пойду гулять. Видите узенькие какие? Железная дорога узенькая. Метровая колья. Вот. По всей России изменилась. Ну и говорят, что типа только здесь она вот осталась такая метровая. И я проснулся от того, что идет дождь. Во-первых, температура упала где-то до 13-15 градусов. Ну, то есть гулять не очень комфортно. Может быть, конечно, сейчас распогодится. И выйдет солнышко. И будет хорошая погода. Но я как бы не хочу гадать. Потому что я, честно говоря, хочу побыстрее попасть в Грузию. Потому что когда я уже попаду в Грузию, я там себя буду более-менее спокойно чувствовать. Потому что там не будет вот этих всех заторов на дорогах, на КПП. То есть там можно уже будет перемещаться по странам спокойно. Там можно будет и из Грузии в Турцию спокойно попасть. Практически без очереди. Там и из Турции в Европу. Хоть куда можно будет попасть. Поэтому я бы хотел вот сейчас побыстрее попасть именно в Грузию. А там уже потом расслабиться. Потому что я и так долго еду сегодня. 7 число. Я уже больше недели еду с Алматы. И так я не спеша еду, не тороплюсь. И, в общем, сегодня мне нужно будет проехать вот до Верхнего Ларса. Гугл показывает 223 километра. Тугис уже перестал его находить, этот маршрут, куда мне нужно. Там Верхний Ларс, он не знает, что это такое. Ну, я не знаю, может быть, он, конечно, и знает. Но я, короче, не смог найти через Тугис Верхний Ларс. И, в общем, ребята едут либо по Яндексу, либо по Гуглу. Ну, Гугл как-то мне привычнее. И, в общем, еду по Гуглу. Показывает 3 часа. Это до КПП. И не знаю, сколько я там буду стоять. Кто-то пишет, что за 4 часа проходит. Кто-то за 2 часа. Кто-то там по 15, по 20 часов стоит. Не знаю, это будет лотерея. И сейчас говорят, что дождь идет до самого Тбилисия. Пишут, вернее. В Телеграме есть чат Верхний Ларс. И там прям, как на форуме, все пишут. Там есть отчеты, кто когда прошел, через сколько прошел. И как прошли, в общем, там все подробно описывают. Пишут, что российские номера, там кто-то флаги российские как-то замазывает, там еще что-то как-то упирает флаги, чтобы не было видно, что российские флаги на российских машинах. Потому что говорят, что в Грузии, в Турции, там еще где-то как-то пакостят для российских машин. Для меня, честно говоря, это загадка. Вот я не понимаю, зачем так делать. Помеха справа, нерегулируемый перекресток. Вот он хотел проехать, видите. Есть люди, которые не поддерживают, допустим, правительство. И в Казахстане тоже много таких людей. В России много таких людей. Ну вот люди поехали с семьей, допустим, отдохнуть в Грузию или там в Турцию на машине. Ну а зачем, какой смысл им пакостить? Ну а что от этого получится? Хорошего, доброго. И для меня вот это, конечно, загадка. Я сам был в Украине, я сам был в Венеции. И вообще я по Украине много ездил. Я очень люблю Украину. Ну, в любом случае, я понимаю, что это очень страшно для людей. И вообще очень плохо сейчас. Но какой смысл пакостить тем людям, которые вообще, ну, грубо говоря, не виноваты ни в чем. Вот такие вот мы проезжаем тут с вами места. В Пятигорске. Не знаю, это какая часть города, но это уже чуть немного далеко от центра. Население здесь. Кабардинцы живут. По-моему, 50 или 70 процентов русские. Армяне живут в этом городе. Вот это 26-й, 126-й регион. Это регион Владикавказ. Вернее, Кавказ. Полностью вот эти все города, которые здесь находятся. Ставрополь, где мы с вами начали знакомство с Кавказом. И вот эти все города курортные. Их очень много здесь. До Владикавказа они идут. А, по-моему, Чечня, там уже другой регион. Нальчик мы сейчас с вами будем проезжать. Топливо здесь 47 стоит почему-то. А, наверное, потому что здесь его качают. Вот. И мы с вами выехали уже назад на федеральную трассу. Сегодня я не буду мыть машину. Хотя здесь есть мойки, самообслуживание. И, в принципе, очень много. Обычно на въезде, на выезде из города очень много моек. И можно помыть машину от мошек и лобовое стекло. Но у меня как бы сегодня дождь идет. И в этом никакого смысла нет. Наверное, я не знаю. Теперь буду ждать, пока он закончится. Только потом я помою машину еще раз. Все, я уже выехал. Все, я уже выехал. Вот эта трасса, по которой я еду, она называется И-50. И я вот сейчас буду проезжать мимо Нальчика, мимо Владикавказа. Где-то во Владикавказе, я думаю, я сейчас заправлю полный бак топлива себе еще. И куплю какие-то там продукты в дорогу, потому что там может не быть воды или еще что-то. Ну, жалуются, что если большая очередь, то там как бы ничего нет такого. И когда вот люди стояли в очереди в прошлом году, кто-то даже привозил там из волонтеров. Просто людям привозили воду, помогали как-то, в том числе и бесплатно. Вот Пятигорс закончился. Лекарства там кому-то надо было, там еще что-то. Люди думали, они быстро проявят границу, а в итоге они там на месяц зависли. И, конечно, это очень страшно было. Кому-то кто-то сейчас говорит, ой, 4 часа там типа тяжело, а люди по 40 дней стояли. Вот. Запасусь. В принципе, у меня там в канистре есть, я думаю, литров 10 воды. Мне этого достаточно будет. Ну, какой-то перекус себе возьму обязательно. И уже здесь все рядом. То есть Владикавказ. И вот вы можете видеть, в принципе, здесь все рядом. Уша Грузия рядом. Здесь вот такой ландшафт, вверх-вниз, вверх-вниз. Горный ландшафт. Мне он нравится. Я люблю такие ландшафты. Ну, наверное, я где-то в душе горец, потому что я родился в Алма-Ате. И там у нас горы повсюду. И мне вот этот горский менталитет. Ну, люди все равно, которые живут, допустим, в горах, или, допустим, на севере, или на юге, или где-то в степи, они все разные. Они все отличаются. И вот мне именно горский менталитет, он ближе. Я люблю вот все такое, и все, что в горах, и горы сам люблю. И поэтому это вот моя стихия. И машина у меня даже тоже хайландер, это переводится как горец. Все у меня здесь сочетается в одном месте, поэтому я здесь кайфую. Еще плюс ко всему здесь зелень, чистая вода, минеральная вода. К сожалению, я, ну, я думаю, я где-то на обратном пути заложу побольше времени, чтобы вот здесь вот по Кавказу вообще провести. То есть здесь на самом деле сейчас вот лето уже, но сейчас здесь прохладно почему-то, и все удивляются, не могут понять почему. Но зимой здесь, допустим, когда минусовая температура в Москве, или в каких-то вот наших городах, или там в северных городах, здесь зеленая травка, и здесь тепло. Поэтому сюда, в принципе, можно зимой приехать, и здесь есть горячие источники в том числе. В них тоже провести время и покайфовать. Друзья, очередной пункт я проехал, вот там был один инспектор. Здесь я сейчас проехал еще один инспектор. И я не знаю, с чем это связано. То ли из-за того, что казахские номера, то ли из-за того, что машина новая. Они просто меня видят и отворачиваются, как будто бы они даже на меня смотреть не хотят. И, в общем, тихо, спокойно, мирно я проезжаю. Вот сколько я уже тысяч тут километров по России проехал. Я никто ни разу в мою сторону даже не посмотрел. А вот Кабардино-Балкарская республика. А по всей видимости, мы только что заехали с вами сюда. Да, это вот только заехали мы с вами. И что я хотел сказать про полицейских. Если вы не нарушите, если вы не будете нарушать скоростной режим, если не будете выезжать навстречу, если не будет у вас никаких явных прям видных нарушений, то вас никто не остановит. Ну, очень красивая, живописная. Здесь много водоемов встречается. И, в целом, дорога очень красивая. Много вот таких вот знаков. Видите предупреждение о том, что 70, светофор, обгон запрещен, пешеход. О том, что есть лежачий полицейский. Ну, все равно люди почему-то вот это все игнорируют и куда-то спешат, куда-то быстро едут. А потом говорят, вот, типа, полицейские злые, полицейские это. Ну, вы едьте, не нарушайте. Кстати, вот есть вот Пятигорское мороженое знаменитое. Они вот в таких вот ларочках продаются по всему городу. Говорят, очень вкусное. К сожалению, мне не удалось в этот раз попробовать. Я оставлю это на потом, на десерт. И вот вы будете ехать, не нарушать, и никто вас не остановит. Никому вы не нужны, если вы не нарушаете. И никто вас не сфотографирует. Я проехал по всему Казахстану, проверил штрафы. У меня не было ни одного штрафа. Потому что я соблюдал скоростной режим дорожной разметки по всему Казахстану, сколько там, полторы или сколько, тысяч километров или две. А есть люди, которые приезжают и несутся там, у них на 100 тысяч штрафы, на 200 долларов штрафы собирают. Конечно, естественно. И плюс ко всему это же еще опасно. Сады здесь начались. Я думаю, сейчас мы в Грузии уже будем с вами и виноградники. Видите, всякие разные тоже сады. Вот здесь вот, я так понимаю, яблоки, наверное, выращивают. Или еще что-то. Очень большой сад с деревьями и памятник рядом. Да, вот эта трасса называется И-50, И-117, И-217. У одной трассы может быть несколько названий. Европейское название, Российское название и там, короче говоря, еще какое-то. Абхазия. Номера Абхазия. Здесь уже можно на границе с Грузией, сейчас можно будет номера со всех стран увидеть, потому что это такой пункт пропуска, который соединяет и Европу, и вот эти все страны Кавказа. Короче говоря, все, кто едут в Турцию, они едут либо через как-то Азербайджан, но через Азербайджан там не так легко и просто. Там надо разрешение получать, там надо ехать на пароме, переплывать. Ну, не знаю, как на самом деле я хотел сначала так, но в общем в итоге поехал так. И в принципе я не жалею, потому что я очень красивые города посетил, интересные. Самару, Сталинград, Волгоград, Ставрополь. Очень классные города, интересные. Вот Пятигорск, тут по Кавказу тоже можно путешествовать очень долго, на самом деле. И, ну, я сюда бы, если приехал, я бы сюда и в любом случае приехал, если бы я поехал через Астрахань, через Атырау. Но все равно, так или иначе, вот заправка Лукоил, я, наверное, ее проеду. И, в принципе, у меня должно до Владикавказа хватить, потому что он показывает 207,7, а до Владикавказа, наверное, где-то 200, 250. Но в любом случае, я думаю, там будут заправки, и я там заправлю. Не знаю, как у них вот это работает со страховкой. У нас, мы можем в Казахстане уже не возить ни права, ни техпаспорт, ничего. Когда нас останавливает полицейский, мы просто говорим свой ин. Ну, если мы нарушили, конечно же, мы говорим свой ин, и он проверяет там все у него в планшете, все полностью информация выходит. Техосмотр, страховка, права, какие категории, какие зарегистрированы машины за этим ин и так далее. А здесь я просто купил, как бы, эту страховку за 3000 рублей. Возможно, они как-то понимают, что я уже застраховал машину, и в номере есть это. Я не знаю, как это и работает, но, короче говоря, я застраховал, и, в принципе, никто у меня ее не спрашивал. Возможно, они ее видят, не знаю точно, как это работает. Здесь, говорят, на Кавказе вообще все просто в плане дорожного движения. Ну, опять же, со слов вот тех жителей, с которыми я разговаривал, местных. Они говорят, здесь и с тонировкой ездят люди, и со шторками ездят. У меня есть шторки на передние стекла, я их ставлю на парковки, и вот так охота проехать с ними тоже, когда жара. Но правило есть правило. Нет, здесь красивая природа. Прибавьте к этому пасмурную сейчас погоду. И очень много садов. Здесь вот продолжаются сады, сады, сады. Я так понимаю, они выращивают здесь яблоки. Ну, и помимо яблок, наверное, еще черешня, всякие разные абрикосы, персики. Ну, природа очень красивая, и это все вот длится километры, километры, километры. Очень много городов курортных встречается на пути. Ну, и дождик никак не прекращается. Уже который день я до этого ехал по жаре. Все думал, когда же уже, когда же, когда. Да, побыстрее бы уже дождик пошел бы хотя бы на один день. И вот попал тут прям за тишной дождь. Говорят, ну, прям по всей Грузии дождь идет. И там, где верхний Ларс, тоже, говорят, размыло дорогу. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Вот эта вот грузинская военная дорога, она достаточно такая непростая. И там фуром тяжело проехать, поэтому, ну, конечно, нежелательно туда ехать в дождь. Ну, посмотрим. Я уже еду, мне 160 километров осталось, 2 часа. Уже будем на месте разбираться. В крайнем случае я всегда, даже если будет пробка, я всегда могу встать на обочину, отдохнуть, поспать и покушать. И вообще все, что угодно сделать и поехать дальше с новыми силами. Здесь уже больше встречается таких вот городов с мусульманским уклоном. Мечети можно увидеть. И в основном, конечно же, это уже вот Кавказ. И население тоже тут такое смешанное. Разные люди живут с разных республик. Ну, мне, в принципе, здесь нравится. Вот даже вот объездная дорога, видите, они сделали, строят мост и сделали объезд. То есть мы объезжаем с вами не просто где-то по грунту, по обочине, а здесь знаки стоят, здесь освещение есть, здесь временный мост есть, здесь асфальт они сделали. И вот сегодня дождик, поэтому река полная, прям сильное-сильное течение. И спокойно люди едут, не пачкают машины, не пылят, ничего. То есть вот так оно должно быть. Вот если делают объезд. Я думаю, где-то и в наших странах тоже так должно быть. Просто на этом экономят. И поэтому не делают асфальт. Просто грунт там, на грунт накидают, насыпят что-то и все. Друзья, возле Нальчика, вот мы сейчас вот так вот справа, я объезжаю Нальчик. И здесь есть магистраль, по всей видимости, это, возможно, даже платная дорога. Очень широкая такая, двухполосная широкая. Ну, по две полосы в каждую сторону. И, возможно, даже это платная дорога, по всей видимости. И ограничение по скорости здесь 110 км в час. Впервые в России встречаю такую дорогу с таким скоростным ограничением. По Казахстану мы ездили по таким дорогам. Здесь вот впервые. Высота над уровнем моря здесь 500 метров. Я так понимаю, это какое-то плато здесь, возле Нальчика. И мы сейчас справа его объедем. И поеду я дальше на Владикавказ. А вот это справа персики растут. Я вижу отсюда. Еще не поспели. И вчера я купил персики в магазине. Пришел в отель на рецепшн, девчонок угостил. Они говорят, а это еще говорят, ну, не наши персики. Это откуда-то привезли наши, еще не поспели. Примерно 100 км остается до Верхнего Ларса. И вот здесь вот мы сейчас едем по встречной. Встречную сузили, до двухполосной сделали. И справа выкапывают, делают основание и делают дорогу. Вообще в целом дорога вся практически была очень хорошая, скоростная, ровная. Только вот здесь вот в одном месте. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Я сейчас еду по Р-298. А, вот я буду сейчас, кстати, границу пересекать. Северная Осетия и Кабардино-Балкария. На границе вот как раз они делают это. Здесь вот сколько и мы едем. Здесь вот сколько я еду со всех сторон. Всегда сады, деревья какие-то растут. И прям очень много они выращивают здесь. Вот. Докуда хватает взгляда. Столько и сады, и справа, и слева. Что-то растет. Это, по-моему, априкосы или урюк, что-то такое, или персики. Может быть, яблоки. Ну, они здесь перемешивают. Это по-прежнему территория России. Но вот здесь есть граница. Кабардино-Балкария, республика, и Северная Осетия. Алания, республика. Здесь тоже есть Алания, по-моему, город. Или какой-то, ну, в общем, населенный пункт. И в Турции тоже есть город Алания. Кстати, русские, русскоязычные его любят. Вот, с Советского Союза, там, со всех стран можно найти кого-нибудь. Обязательно. Осталось ехать 100 километров. Уже совсем близко. Вот сейчас будем проезжать Беслан. Владикавказ проедем. Так. Ну, все. Там уж и граница с Грузией, Верхний Ларс. Друзья, вот здесь вот примерно в 20 километрах от Беслана началась вот такая вот волна, во-первых. Во-вторых, узкая дорога. Справа железная дорога идет. Возможно, есть какой-то здесь альтернативный маршрут. И он более длинный. Ну, я имею в виду трасса-магистраль. Более лучше, более длиннее. Но я не знаю о ней, к сожалению. И, наверное, мне стоит сейчас где-то остановиться. Спросить насчет этого. Возможно, вот это вот справа. Слева, вернее, которая идет дорога, желтенькая. Возможно, это и есть магистраль, которая уходит на Владикавказ. Но Google думает, что здесь типа короче. И погнал меня по этой дороге. Возможно, это единственная самая хорошая здесь дорога. Так, она называется R298. А, ну R298 и E50, в принципе, это одно и то же, как я и ехал. Возможно, просто участок здесь такой. Кусочек небольшой. Потому что навстречу показывает и E50. Ну, и, соответственно, я по ней даже еду. Была сейчас развилка. И вот навигатор меня на ней по вот этой дороге повез. По которой я сейчас еду. Здесь небольшой ремонт делают. И, возможно, вот эта дорога, по которой я сейчас еду, она будет похуже. Но она однозначно короче. Хотя, даже не знаю. Ну, в принципе, ехать по ней можно. Я не могу сказать, что прямо она такая совсем плохая. Просто, видимо, здесь дорогу делают сейчас. Расширяют. И, возможно, будет какое-то затруднение в связи с этим. Но, в любом случае, тут до Владикавказа примерно 50 километров. Даже если она и хуже, чем та, которая идет вот через Песлан сюда. Здесь есть еще одна дорога. То, в любом случае, здесь ехать всего лишь 50 километров. А там от Владикавказа уже на Верхний Ларс. Там только одна дорога. И 117. Ну, вот такая вот она. Я подозреваю, что она хуже, но она короче. В принципе, ехать можно. Ехать можно. И ехать можно 90-100. Можно ехать нормально. Чуть-чуть волна. Небольшая волна. Так, в целом, Наверное, от Волгограда, даже, наверное, от Оренбурга. В целом, в общем, в целом, все дороги хорошие. Вот от Торска до Оренбурга там были не очень хорошие моменты. А так, от Оренбурга мы очень хорошо проехали. По крайней мере, вот этот вот, то, что я ехал от Волгограда, от Ставрополя, вообще дороги классные были. Может быть, где-то там несколько процентов от этого, от всего, какие-то участки. Но так, в целом, вот по тому маршруту, по которому я двигался, можете смело повторять. Проедите нормально. И есть, что посмотреть в этих городах. Всегда можно остановиться. В радиусе 60-100 километров обязательно будут либо населенные пункты, либо можно прямо на трассе. Есть даже на трассе попадаются отели с охраной, со шлагбаумом. Прямо там можно даже ночевать. Можно встретить собак. Намного крупнее, чем в тех регионах, где я был. И вот это вот как раз кавказские овчарки. Они, по всей видимости, с этого региона. Мне на заправке сейчас сказали, что, в принципе, можно проехать и по этой дороге, и вот по той, которая у меня там слева пошла. И, в принципе, вот Цхвинвал, Владикавказ, 40 километров уже. И они сказали, что эта дорога тоже, в принципе, нормальная, по ней можно ехать. Единственный минус этой трассы это то, что она ведет, вот я не знаю, сколько здесь будет, но, по крайней мере, вот есть одно, один населенный пункт, вот так он называется, Аридон. Да, по-моему, Аридон. И здесь вы просто замедлитесь, потому что здесь в некоторых местах до 30-40 приходится скорость снижать. А вообще в целом здесь на Красный Цвет ездят, во-первых. Во-вторых, я думаю, что, ну, там дальше уже не будет этих мелких городочков. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Мы сейчас уже выйдем отсюда, вернемся на трассу. И я думаю, там уже нормально поедем. В общем, осталось до границы мне ехать 60, почти 70 километров и один час показывает навигация. В общем, перед границей где-то в 70-80 Ордончик. Река Ордончик. Примерно в 80 километрах, наверное, когда уже будете подъезжать к Верхнему Ларсу, будет вот развилка, и если вы не захотите заезжать вот сюда вот в этот город, Ордон, то вам лучше поехать прямо. А здесь меня развилка увела налево. Ну, или посмотрите, в общем, там по навигации. Здесь два есть пути, по которым можно проехать. Вот такая у них архитектура здесь весьма интересная. Похожи вроде как современные дома, но и в то же самое время и не очень. Вот здесь вот знак о том, что мы въезжаем на кольцо и главная дорога. Обычно, когда мы въезжаем на кольцо, мы пропускаем. Вот я должен был вообще по идее вот эту вот ладу пропустить или как она называется, я даже не знаю. Ну и все, в принципе. Вроде как здесь тоже широкая дорога. Реки сегодня прям все вообще полные, переполненные. Да. если она будет вот такая до Владикавказа, то в принципе я думаю разницы нет. Можно и здесь ехать, и там можно ехать. здесь тоже очень хорошая дорога. Еще здесь один населенный пункт, и я вот все больше склоняюсь, что вот так вот через Беслан было бы, во-первых, и дорога получше. Я точно не знаю, но мне кажется, что там было бы поменьше вот этих населенных пунктов, и дорога была бы лучше, потому что здесь прям очень часто попадается волна. Мне еще 60 километров ехать, я даже не знаю, как там будет. Я, что самое интересное, я сейчас не могу туда вернуться, потому что мне сейчас туда, чтобы переехать назад, это мне нужно будет поехать как-то, я даже не знаю, как. Через Беслан. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Возможно, населенные пункты проеду, возможно, там получше будет. Вот сейчас опять выехал здесь на Магистраль, но вот уже было у меня два населенных пункта и там не очень хорошая дорога и даже в принципе на этой Магистрали тоже встречаются вот такие вот светофоры рядом с перекрестками, с заправками и поэтому может быть Google думает, что здесь короче, по расстоянию короче, но, как правило, когда вы едете по таким дорогам, вы тратите время на плохих дорогах, на населенных пунктах, на светофорах и проще это было все, конечно, по одной трассе, по объездной проскочить и для машины это было бы тоже лучше, когда машина работает в постоянном режиме, то есть нету вот этих вот газ-тормоз, газ-тормоз, разгон-остановка. В постоянном режиме мотор работает при постоянных температурах, нет перепада температуры и постоянно идет равномерное охлаждение и так далее. Немного дольше ехать всегда лучше, если без остановок. Проезжаю сейчас город Владикавказ, вот я в него уже заехал. Достаточно крупный город, в принципе, и население тут тоже, я думаю, где-то в районе 500 тысяч, много-многоэтажек, и это уже мой заключительный город на пути в Грузию, после него, вот я сейчас по краю проеду, после него уже будет у меня дорога на верхний Ларс, вот сюда, через горы. А и что хотел отметить, что я сейчас в несколько магазинов заезжал, тут в три магазина маслом, которые занимаются, и в том числе и Ликви Моли магазин официальный заезжал, вот Ягуар, вот здесь слева, они мне сказали, что нет у них масла 0,16 для гибридов, у меня допустимо, в принципе, 0,20 заливать, но 0,16 оно прямо сделано такое для гибридов, для гибридов, и оно немного жиже, и я всегда стараюсь прямо до последнего заливать, пока расхода нет масла, то, что советует, именно рекомендует производитель автомобиля, ну, к счастью, у меня удалось мне поменять в Ставрополе, я залил в Ставрополе масло, поменял лучше, и в принципе я могу еще тысяч 7 проехать, они мне даже сказали, что типа мало, я ешу 7 тысяч, но я думаю, лучше чаще менять масло, чем потом ремонтировать мотор, чаще, и в принципе 4 тысячи литров стоит всего лишь канистра масла, замена бесплатно, это раз в 7 тысяч, это в принципе я думаю, раз 7-8 тысяч, это в принципе немного, вот, и они сказали, что я в Грузии смогу найти, они сказали, что в Грузии есть официальный ликвимоле, и там прям в Тбилиси можно найти, ну, или где-то там в общем, короче говоря, я уже здесь наверное останавливаться не буду, у меня в принципе есть перекус, есть вода, есть напитки всякие разные, и я поеду сейчас уже в сторону границы, 33 километра, 40 минут, мне пишет навигация, я думаю, я уже здесь задерживаться не буду, я хотел сначала здесь переночевать, но честно говоря, я думаю, в этом нет смысла, потому что 2 часа уже дня, я не хочу вот это светлое время суток терять, и я думаю, вечером я уже буду в Грузии, удивительно, что это единственный пункт пропуска между Россией и Грузией, только он один-единственный здесь, в горах, в таком узком месте, и поэтому вот видите фура с турецкими номерами, все, кто едет в Турцию, в Европу, отсюда, все-все-все-все едут туда, и вот с грузинскими номерами много машин, потом с транзитными номерами много машин, все-все-все едут туда, и естественно, там такое горлышко бутылки, и конечно же, там будут очереди, вот я не знаю, почему до сих пор они никак это не увеличили, не расширили, вот здесь вот икона и на нескольких языках написана, интересно, Северная Осетия, машины и иновера, у них почему-то свои, вернее, Южная Осетия, Саус Осетия, а или Северная Осетия, вот на БМВ стоит номер Южная Осетия, РСО, и флаг тоже свой номер, какой-то свой, здесь попадаются с английскими номерами уже машины, наверное, этот Владикавказ, он самый такой город российский, где больше всего со всех из Армении, со всех, со всех, со всех, вот с Грузии едут фуры тоже, со всех каких-то регионов государств здесь собираются, потому что все сейчас идут на Верхний Ларс. Мы сейчас с вами находимся в принципе примерно в центральной части города, и он находится на высоте 700 метров, так же, как Алмата, в принципе, центральная часть, наверное, тоже, я думаю, так же. вот здесь автобусы даже ездят, Владикавказ, Стамбул, Бурса, регулярные рейсы в Турцию, то есть можно прямо на автобусе поехать в Стамбул отсюда. Интересно, я не знал, что так можно было. Ну, через Грузию, видимо, автобус просто идет, и все. Адвигация мне показывает, что через 30 километров, но если ехать прямо, уже будет Верхний Ларс. А вот в прошлом году, когда началась мобилизация, отсюда были пробки. 30 километров ехать часто до Верхнего Ларса, и вот отсюда начинались пробки. То есть люди очень долго стояли. Здесь очень развитая инфраструктура у них здесь. В принципе, все необходимое есть. Мойки, самообслуживание, мини-маркеты, спа, гостиницы. И очень культурно. Город чистый, опрятный, зеленый, широкая дорога здесь. В принципе, классно. Мне нравится. Владикавказ мне тоже понравился. Вот эти все города Кавказа, они мне все понравились, без исключений, по которым я проезжал. Я проезжал еще есть Леруа Мерлен. Вот заправка. Лукойл я заеду сейчас обязательно. Заправлюсь. Уже полный бак заправлю. 51 тем более здесь он стоит. И дальше я буду по грузинским топливам по грузинским ценам заправлять. И вот если вы выезжаете, можете в метро в принципе все необходимое в дорогу купить. Дорога до пункта пропуска очень хорошая, гладкая достаточно широкая и плюс ко всему еще живописная. Она проходит через горы, через речки и очень много зелени здесь. Пошел набор высоты. Примерно где-то 100 метров набрали с Владикавказа. И после дождя здесь такой туман красивый, тучки красивые, там видно люди живут. В общем 20 километров еще осталось ехать. Вот. Мне навстречу едут люди по всей видимости, которые перешли границу с той стороны. Потому что, я так понимаю, здесь кроме этого возможно там есть еще какие-то поселения, но в основном дорога ведет только на КПП туда с Грузией. Прям очень красивые здесь пейзажи. Еду сейчас по ущелью здесь и из-за того, что были дожди здесь возможно в горах еще где-то идут дожди. прям вот этот вот контраст тучи, зелень, скалы черные. Дорога очень красивая. Дорога прям суперская здесь. Я проезжаю Ингушетию, границу с Ингушетией. Это вот с левой стороны, я так понимаю, за горами там Ингушетия. И вообще в принципе здесь в горах все рядом. Мы уже набрали с вами практически 200 метров с Владикавказа поднялись. Ну дорога очень красивая, живописная по горам. Периодически идут серпантины такие, но в целом очень круто. так здесь что начинается по-моему начинается стоянка для грузовых авто и скорее всего вот отсюда наверное начнется пробка грузовых автомобилей. Да, скорее всего так и есть. Здесь две очереди. Очередь для легковых автомобилей и для грузовых автомобилей. мы будем проезжать в отдельном коридоре. То есть грузовики они все справа на обочине они дольше границу проходят. Еще нужно 10 километров ехать. Еще будет вот стандарт заправка. не успеете там заправиться. 10 километров до пункта еще есть заправка. Здесь очень много разного всякого придорожного сервиса можно будет в магазин зайти небольшой покушать и в принципе много что можно будет сделать перед границей. примерно вот здесь вот это сколько километров 5 километров показывает навигация. Начинается пробка из грузовых автомобилей. Естественно мы ее объезжаем. А вот дальнобойщикам конечно же придется здесь подождать там всякие разные и Белоруссия и Турция и Армения и опять Белоруссия Армения 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 они тоже периодически проезжают но я так понимаю что у них отдельная очередь они в своей очереди отдельно едут. Много таксистов прям написано у них зеленым такси и шашечки на крыше стоят такси такси машины здесь катаются туда-сюда и я помню я хотел ехать здесь в прошлом году и люди просто бросали свои машины кто-то доезжал просто до очереди и шли вот здесь по обочине пешком и днем и ночью здесь страшная была пробка сейчас в принципе я вот подъезжаю уже 4 километра осталось не знаю что будет дальше но вроде бы как бы здесь спокойно сейчас ну я имею ввиду можно проехать спокойно и вот эти таксисты они перевозят людей на машине то есть переехать пересечь границу можно только на транспортном средстве и поэтому в прошлом году и на самокатах и на велосипедах тут пересекали и где-то их брали потом в итоге там их бросали и ну в прошлом году конечно здесь совсем весело было я только поэтому не поехал в прошлом году потому что я понимал что может такое быть видите кастом брокер таможенный брокер ну я еду 3 километра осталось не знаю чем ближе я туда подъезжаю конечно же тем у меня лучше настроение что мне не надо здесь будет долго стоять там полицейские а кстати полицейские контролируют потому что бывает что люди едут еще обгоняют тех людей которые объезжают этих будьте осторожны если вы захотите здесь по встречной проехать скорее всего полицейские которые вот так здесь ездят патрулируют они могут наказать потому что вот здесь вот сплошная полоса если выехать то это по-моему сразу в суд все пойдет тьмойка шиномонтаж запчасти продают очередь периодически вот так вот продолжается продолжается заканчивается там по-моему брокер был где именно это все проходит таможенное оформление таможенную очистку фуры ну 2 километра осталось я еду еду очень хорошо надеюсь что пробки все-таки не будет сегодня потому что я честно говоря немного переживаю за эту границу там еще есть нейтральная зона и вот в этой нейтральной зоне тоже бывает скапливаются потому что там уже и фуры и легковые все машины в одну кучу собираются вот тут уже один километр остается все хотят быстрее проехать 900 метров и я помню что в прошлом году вот здесь вот досюда прям была страшная пробка и все те люди которые доезжали вот досюда до вот этого разделительного до двойной вот этой сплошной они прям радовались что они наконец-то приехали да вот это вот разделительная полоса это такой финальный рубеж в прошлом году здесь это все изучил по видео и сейчас я сюда проезжаю здесь 500 метров пишет ну в прошлом году люди прям когда уже здесь были они прям были счастливы да все я уже вижу КПП друзья по ходу дела не будет никакой очереди потому что если я не ошибаюсь а я не ошибаюсь я просто третий в очереди вот эта камня меня обогнала я мог чуть побыстрее ехать ее не пропускать и я просто третий реально на очереди здесь только что я прошел в российскую сторону сейчас я в нейтральной зоне нахожусь остановка высадка пассажиров запрещена это нейтральная зона вот так вот здесь бросили машины некоторые без хозяев без номеров даже есть машины и здесь тоже нужно проехать по-моему около 10 километров если я не ошибаюсь вот так вот здесь ездят ребята с Грузии здесь то же самое в принципе две очереди одна очередь для грузовых машин и для легковых машин я сейчас поеду с левой стороны но границу я прошел российскую очень быстро буквально 30-40 минут я приехал под навесик под этот я там был четвертый в очереди и каждую машину ну 5-10 минут в зависимости от того сколько людей они у меня так посмотрели досмотрели у меня там железный ящик есть под передним сидением я там складываю пауэрбанки все такое железное то что может самовоспламениться и в общем он его заинтересовал он его сразу увидел сразу заметил и его посмотрел все посмотрел все в принципе больше он никаких лишних вопросов не задавал но у него сразу видно глаз намет он сразу видит где что куда как что посмотреть и прям видно сразу профессиональный такой сотрудник так вроде как да легковые идут отдельно там в туннель сейчас будет говорят в туннеле бывает очередь сейчас посмотрим ну очень красиво здесь и мне понравилось что в принципе российскую сторону быстро и четко прошел здесь дороги нет практически во первых во вторых помимо того что дороги нет здесь еще и вот этот вот туннель его по-моему как взрывали он так и не обработан даже ничем или возможно напыление делали какое-то ну самое главное что нет пробки но бывают ямы бывают ямы вот такие вот и на легковой машине здесь прям можно с легкостью что-то задеть очень осторожно здесь проезжайте друзья вон смотрите какая яма это к счастью у меня есть большие колеса стоят на машине и я могу здесь ехать в принципе быстро ну не быстро я имею ввиду без опасений что-то задеть но мы так в гору серьезно пошли уже 1200 метров во Владикавказе было 700 где-то 500 метров я уже набрал дальнобойщики мужики они молодцы они понимают что здесь легковые машины едут и оставляют пространство зазор между друг другом опять еще один туннель да если я не ошибаюсь это называется военная грузинская дорога зимой здесь очень тяжело ехать здесь есть дитифри и вот я подъехал обмен валют есть и ну в принципе я могу видеть уже отсюда пункт пропуска грузинский КПП я думаю это вообще недалеко здесь тоже стоят машины какие-то все разбитые побитые и тютифри здесь есть а здесь вот уже две очереди два шагбаума один для грузовых машин и слева для легковых машин ну вот он уже флаг все грузии я думаю на все про все где-то у меня час максимум два часа уйдет даже меньше наверное с учетом того что они осматривали досматривали я сейчас пока ждал там в очереди на российской границе зашел на сайт и онлайн купил за 30 лари страховку на 15 дней 30 лари это примерно 12 долларов это намного меньше чем в россии стоит страховка потому что в россии стоит страховка 3000 рублей и в общем у меня перестал работать мой российский интернет теле 2 который я покупал за 350 рублей я покупал там было 30 гигабайт я купил и 50 гигабайт они мне подарили естественно я его не потратил и в общем он перестал работать ну к счастью у меня сразу подключился роуминг то есть я подключил роуминг пакет интернет там на 2 гигабайта по моему за 10 долларов и он у меня и в россии этот роуминг работал и вот я сейчас в грузию заехал ну вот кпп подъезжаю грузии тоже там же работал и вот я сейчас подъезжаю кпп с грузией тоже здесь тоже так же работает и в принципе я думаю даже и в турцию я когда заеду он тоже там же будет работать то есть он между странами переключается мой номер и как бы мой интернет мой интернет пакет очень красивые здесь туманы горы красивые люди тоже останавливаются фотографируются ну все вот это здание за этим зданием уже собственно грузия я уже к грузинскому интернету подключился у меня уже грузинская связь можно сказать что я на территории Грузии я значит прошел только что обе границы и такое ощущение что с грузинской стороны здесь машин чуть-чуть побольше и грузовые машины здесь в принципе да нет я думаю наверное так же но может быть чуть-чуть совсем чуть-чуть больше и в общей сложности у меня это все заняло два часа всего лишь и я бы прошел за час даже наверное если бы не красный коридор казахстанские номера я думаю все казахстанские номера отправляют в кабинет там 111 или 222 и ну там просто общаются куда едешь там сколько будешь стандартное общение ну типа красный коридор и все то есть там буквально 5 минут просто собирается большая очередь и нужно зайти пообщаться в этот кабинет 222 вот поэтому в принципе я прошел очень быстро я уже официально на территории Грузии нахожусь думаю поеду сейчас по основным трассам магистралям и буду уже потихонечку выдвигаться в сторону Турции здесь также можно купить страховку покушать можно прям сразу я там даже увидел возле границы машины стоят продают грузинские прям все 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 что хотите здесь и говорят что Грузия она такая очень гостеприимная страна все у них здесь легко просто но вот так получилось что причем я туда зашел он мне там дал бумажку такую с синей какой-то точкой или еще чем-то таким и я второй раз пошел встал в очередь эту бумажку в отдельное место в другое закинул и ему даю паспорт он опять мне говорит зайди туда в 222 кабинет я говорю я там был уже вот мне эту бумажку дали он говорит а все понятно проезжай и в общем если бы не этот 222 кабинет я думаю я прошел бы еще быстрее поэтому в принципе все довольно быстро получилось и я вот уже еду по грузинским туннелям в принципе все супер досматривают никаких лишних вопросов не задают там с кем едешь один едешь что с собой везешь там просто посмотрели и сколько налички и все в принципе никаких больше вопросов никто и не задавал никаких лишних ни на российской ни на грузинской ну я думаю даже то что я прошел за 2 часа я в 2 часа приехал в 4 выехал это все равно быстро и еще сейчас вот 5 часов 2 часа это было российское время здесь часовой поезд поменялся то есть я не 3 часа проходил а 2 часа проходил ну наверное минут 40 так я вот стоял ждал вот эту очередь в этот кабинет если бы не этот кабинет я бы за час прошел сразу после границы здесь очень красивые виды пейзажи но из-за того что двухполосная дорога и не получится обгонять как следует здесь очень много опасных поворотов и фуры едут в общем здесь возможно вы замедлитесь до 30 40 км в час вот ну очень много горных речек здесь классных и что это гвилети это по-моему населенный пункт какой-то здесь небольшой в горах прям 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 возле границы ну и вот в общем вот эта дорога она одна единственная она ведет как на границу и вот там спереди едет камаз он не может ехать быстро и поэтому все вынуждены за ним вот так вот медленно двигаться либо нужно останавливаться либо ну обгонять вот они пытаются но они не могут потому что здесь очень узко еще и знаки запрещающие я еще пока правила дорожного движения грузинские не выучил но это если я не ошибаюсь грузинская военная дорога и зимой здесь вообще тяжело ехать потому что здесь может быть скользко зимой и еще и плюс ко всему узко вот я думаю сейчас мы обгоним это все кстати я продолжаю набирать высоту уже полторы тысячи метров над уровнем моря здесь и дорога еще выше идет нужно отметить друзья что дорога прям очень узкая и мы с вами вот едем сейчас вот так вот здесь прям как это сказать по краюшку то есть они здесь срезали просто скалу и прям на на самом краю скалы сделали дорогу с одной стороны это круто конечно но не знаю я насколько это все надежно то есть вот здесь грубо говоря была скала и они часть скалы убрали и сделали вот дорогу по краю скалы мы едем сейчас речка течет прям река такая большая серьезная здесь 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 по этой трассе едут все и фуры едут и легковые машины и очень много машин везут сейчас с транзитными номерами я так понимаю их на продажу скорее всего везут куда-то в Россию да Турция сейчас будет очень сильно выигрывать по параллельному импорту какое-то время у нас приезжали покупали прям все машины скупили но сейчас из-за курса наверное невыгодно это делать и скорее всего сейчас наверное покупают где-то вот либо напрямую либо может быть в Грузии где-то покупают очень много туннелей и еще больше туннелей будет в Турции там прям совсем будет много туннелей и мы будем с вами еще встречать там длинные всякие разные туннели которые проходят по по 40 по 50 по 60 километров датчик не сразу срабатывает можно настроить чтобы он сразу включал потому что здесь вообще нет никакого освещения и вот мы просто едем на ощупь здесь в некоторых местах с трудом вообще с большим трудом разъезжаются фуры друг друга пропускают потому что они очень высокие и здесь есть и деревья и скалы надвисают над трассой но очень красиво вот оттуда мы с вами сейчас приехали и вот видно можно увидеть прям как дорога висит над обрывом просто на колонах и ну это как бы трасса такая международная типа международной трассы не могу сказать что она плохая просто периодически попадаются кусочки где вот асфальт сняли где ямки есть и в принципе в общем и в целом вот сколько я проехал полотно асфальт нормально покрытие хорошее я сейчас смотрел по карте я в принципе могу прям напрямую прям сегодня поехать уже в Турцию вот с немецкими номерами едет микроавтобус но я этого делать не буду здесь уже все близко здесь уже нет таких расстояний больших как были в России здесь все так по-европейски можно всю страну за один день за вечер проехать и в принципе уже можно даже быть в Турции сегодня вечером при желании ну не сегодня наверное я думаю уже завтра под утро но конечно же я так не поеду но теоретически это возможно сделать здесь вот населенные пункты я не знаю где я остановлюсь наверное не самым первым я сейчас буду ехать их тоже здесь много здесь уже работает букинг работают наши карты казахстанские ну в смысле мировые виза карты работают поэтому здесь можно уже здесь уже выбора побольше и можно уже без труда найти проживание в принципе я и в России всегда мог найти в любом городе все что хотел и там и Путыгису можно искать и через Яндекс путешествия вот вот здесь видно просто обвал и вот эти вот отбойники как бы уже туда провалились и они поставили красные конусы ну не знаю здесь нужно очень осторожно ехать и я бы ни в коем случае никому не советовал ехать ночью вот все больше и больше машин с транзитными номерами очень много машин сейчас везут видимо в Грузию с Америки скорее всего и эти машины сейчас вот расходятся кто куда и в Казахстан везут и вообще везде наверное в Россию много сейчас везут вот много где сняли полотно здесь дорожное ну видно что они стараются ремонтируют просто вопрос когда они это будут все делать если здесь постоянный поток машин нескончаемо идет вот какой-то городочек похож на курортный прямо на берегу реки на склоне такое красивое место как будто Швейцария какая-то где-то французские Альпы я вот помню тоже такие города были называется Степан Сминда если я правильно выговорил многие люди здесь останавливаются отдыхают после границы тоже вот отели здесь есть и все такое ну 7 часов я думаю я могу еще ехать я конечно сейчас остановлюсь посмотрю если здесь по букингу что-то есть интересное то возможно я здесь прямо за ночую видите вот здесь вот коровы вот так вот прям как в Индии на дороге стоят друзья здесь во-первых температура упала я думаю сейчас здесь где-то в районе 15 градусов даже еще меньше это во-первых во-вторых посмотрите какие красивые горы великолепные просто и вот там за облаками снег лежит мы сейчас с вами на высоте 1700-1800 метров примерно находимся здесь вот и вот этот Каспеги или Степан Сминда я точно не знаю как это полностью курортный город здесь все полностью заточено под туристом гостевые дома в каждом доме почти что и в любом доме можно переночевать букинг прям кишит вообще предложениями но я решил поехать дальше не задерживаться здесь еще пока солнышко мне светит видите здесь у них и мойка самообслуживания даже есть и вообще все что а там можно даже на подъемнике поднять мойка самообслуживания вообще круто днище помыть и как раз посмотреть что снизу я вообще первый раз такое встречаю что мойка самообслуживания с подъемником очень много разных всяких винных домов дегустация европейцев много много туристов вообще со всего мира и азиаты есть и вообще кого здесь только нет и природа конечно же здесь очень красиво вот еще одна мойка самообслуживания ну я решил проехать дальше вот заправка вот такие вот цены на бензин а одна вот эта грузинская лари это короче говоря 3 это 1 доллар стоит ну грубо говоря наверное примерно 1 доллар стоит литр топлива может чуть меньше очень красивая природа зеленая здесь еще дожди шли ну вот отель Казбеки Голд практически у всех у них есть парковка но я бы хотел чтобы прям парковка я бы ехал и она прям такая закрытая была страховки здесь можно оформить я думаю даже здесь это валюту можно поменять но я читал что чем дальше мы отъезжаем от границы тем выгоднее будет более выгоднее курс и там в Тбилиси допустим или где-то в Патуме будет вообще самый выгодный курс а в Казахстане вот с Россией у нас наоборот вот рубль 028 034 друзья просто какие-то невероятные меня здесь встречают пейзажи и страховка повсюду повсюду страховка ну значит ее будут проверять прямо такие горы роскошные прекрасные здесь с левой стороны просто бесконечная какое-то паспи сейчас баранами с овцами гигантская я даже не знаю сколько здесь их тысяч а там горы и в горах еще одно одно поселение еще одна деревня ну камера конечно же этого всего не передает невероятная просто красота такие краски я даже не знаю как будто какой-то мир затерянный трава зеленая зеленая просто невероятно зеленая коровки здесь пасутся да-да коровки я говорю коровки она прям голову подняла там речка шумит но впереди у меня вон там вереница из машин грузовых я так понимаю какая-то пробка делать там вообще реально нечего здесь какой-то мемориал памятник связанный с великой отечественной войной и в принципе большая парковка там баки мусорные я думаю я даже вот где-то вот на такой площадке спокойно могу заночевать вот здесь палки лежат их можно зажечь и устроить пикник здесь небольшой ладно я проеду дальше возможно там будет что-то получше вроде бы места здесь мест много где можно остановиться вот автобусы туристов везут и я думаю я себе всегда место найду даже если там отеля не будет по моим запросам природа очень красивая только вот эта вереница из грузовых фур меня немного спущает вот таким вот красивым видом из окна я остановился прям недалеко далеко решил не ехать сегодня прям возле трассы здесь у них парковка вот такая вот они закрывают на начать ворота и вот так вот называется значит этот отель здесь можно позвонить по телефону и забронировать сейчас чуть позже покажу как выглядят номера здесь стол такая веранда в принципе все что мне нужно я решил туда не ехать сегодня помонтирую видео для вас отдохну сейчас покушаю и посплю а завтра утром с новыми силами поеду дальше вот это вот хозяин отеля он делает газон и поселку ну место мне нравится видеонаблюдение везде 24 часа номер у меня просто невероятно какой крутой семейный четырехместный здесь есть кухня даже чайник есть принадлежности все для готовки холодильник есть все очень чисто просто невероятно как чисто и телевизор есть все полотенце все 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 что может понадобиться все здесь есть и это стоит всего лишь 50 лари это еще меньше чем в россии даже я останавливался за 2000 рублей очень чисто очень просто чисто невероятно чисто я так понимаю что это горячая вода есть и самое главное это вид посмотрите вот я вышел там моя машина и вот он вид на вот эти вот горы на вот это ущелье там снег лежит в горах но я думаю это из-за того что были дожди скорее всего из-за этого мне очень нравится этот отель вот так он называется Тарниса Казбеки я не знаю сколько он стоит в букинге но мне кажется это прям вообще совсем немного 50 лари это примерно где-то 5-7 ну максимум до 10 тысяч тенгейт просто вообще ни о чем здесь все рядом как будто на дачу к себе приехал и вот кайфую здесь интернет все здесь есть скорость у интернета 50 мегабит секунду здесь даже работать можно и можно приготовить что-то то есть по сути вы можете сюда приехать здесь как-то жить отдыхать достопримечательности исследовать и готовить себе сами друзья оказывается сегодня праздник здесь в Грузии и многие люди пешком идут даже из России там им облегчили пропускной контроль и вот эти вот фуры не пускают в Тбилиси то есть пробка грубо говоря вот отсюда от Казбеки фуры стоят уже прямо от этого отеля где я остановился прямо отсюда уже начинается пробка ну надеюсь завтра будет попроще и завтра утром ближай к обеду я буду уже выдвигаться утром